Здравствуйте! Как развивается Кинальчеркасский район в настоящее время? Как там живут люди и за что больше всего переживает руководство? Узнаем у гостя нашей телекомпании главы Кинальчеркасского района Сергея Радько. Здравствуйте, Сергей Олегович! Здравствуйте! Как долго добираться из Кинальчеркасс до Самары? Мы вас очень рады видеть и вот хотим уточнить, как далеко от нас располагается. Если мы с огромным желанием едем в город Самара, то мы доезжаем за час. Если без особого желания, то полтора часа потребуется. В общем, час уходит. Но это не самый дальний район нашей области. Конечно, конечно. Есть Похвестневский, есть Камышлинский и прочие. Они намного дальше. А мы, можно сказать, в середине находимся. Вот что интересно, у нас 27, по-моему, районов в Самарской области. И каждая из них отличается чем-то от другого. Это удивительно и прекрасно. Я хотела бы узнать у вас, если бы вы давали характеристику Кинальчеркасскому району, что бы вы в первую очередь сказали? Какова его специфика, особенности? Ну, будем говорить сначала о том, что Кинальчеркасский район – один из самых крупных районов нашей губернии, на территории которого располагается самое большое село России, село Кинальчеркассы. Кинальчеркасский район – это трудолюбивый район, в котором, несмотря ни на какие сложности в нашем государстве… Прекрасно. Уже фотографии пошли. Постоянно на хорошем уровне самозанятость населения. Вот мы видим одни из участков нашего живописного Кинальчеркасского района. И много лыжников, как собрали. Да, безработица у нас с самыми хорошими показателями, низкими. Поэтому это отличает и как раз характеризует наш Кинальчеркасский район как трудолюбивый, очень спортивный, очень культурный сельский район Самарской области. Да, предоставлено тоже какое-то мероприятие. Это, скорее всего, день села. Людей задействуете, да? Чтобы была какая-то общность, чтобы люди понимали, что они живут в таком районе. Мы лишь только помогаем. Скорее всего, они сами себя задействуют. Находят и увлечения, находят и чем заниматься, и способы существования, жизнь, жизнеобеспечения. А мы помогаем и только, может быть, смотрим, где мы можем им помочь, где-то, может быть, что-то подкорректировать, где-то способствовать, чтобы способствовать развитию их самозанятости. Да. Я обратила внимание, что на гербе вашего района птица. Да. Это такой символ свободы. Действительно свободолюбивые люди у вас. И вообще, если говорить о людях, что это за люди? Никогда не было крепостного права, это о многом говорит. А символ нашего герба означает, с одной стороны, круг бесконечности. Птичка такая у нас свободы, правильно вы сказали. Плюс то, что протекает всеми нами любимая река Большой Кенель на территории нашего, пересекает весь район. Вот поэтому герб все это в себе как раз символизирует. Ну и теперь еще появление птицефабрики. Птичка может где-то отражать нашу птицефабрику. А как долго уже птицефабрика существует? В принципе, давно? В последние четырех лет реализуется проект. И вот сегодня он в очередной раз набирает обороты с тем, чтобы увеличить производство. Строится, готовится к запуску третьей-четвертой очереди. В два раза увеличится мощность птицефабрики. В полтора раза увеличится количество занятых людей. Сейчас там 900 работающих, почти чуть больше. С вводом в эксплуатацию еще нескольких объектов. В птицефабрике увеличится еще больше и занятость людей. И производство мяса птицы. Да, молодежь не уезжает. Вот есть такое традиционное мнение, да, привычное для всех, что молодежь, села... Чаще не уезжает. Чаще не уезжает. Но если и есть единичные случаи, то мы наблюдаем, что все-таки возвращается. Посмотрев на другие просторы, где-то, может быть, позарившись на какие-то иные варианты деятельности, все-таки возвращает родина манит и понимает, что ничто так не ждет тебя и не греет, как вот родные просторы, то место, где ты родился. Не зря есть сейчас акция, которая набирает вновь обороты у нас по нашему региону. Где родился, тому пригодился. Это очень символично для нашего киночеркасского района. Вот вы пригодились тоже, где родились или нет? Ну, да. Вот как вы стали главой района? И что вас связывает именно с кино или черкасским? Стал главой района, я начав свою трудовую деятельность в Комитете по управлению имуществом в отделе земельных отношений. Это долгий путь. Да, главы района сперва возглавлял небольшое сельское поселение Ерзовка, тысячу человек. Потом собрание представителей, депутатский корпус. Потом предложили возглавить большой уже населенный, тот населенный пункт, о котором мы говорили, село Кенель-Черкасса. Это уже 20 тысяч населения, половина района. Ну, а потом место стало вакантным, предложили избраться на должность главы Кенель-Черкасского района. И был поддержан единогласно депутатами. Это ваши родные места, да? Да, это родные места. Вот, кстати, фотографии вы можете прокомментировать, как вот заседание идет. Да, это может быть совет по предпринимательству. Мы очень большое внимание уделяем нашим предпринимателям. Кенель-Черкасский район представлен большим количеством предпринимателей. Они у нас из года в год увеличиваются. Все это способствует, этому способствует наш бизнес-инкубатор, сельский единственный в регионе, который как раз рождает эти инициативы, поддерживает их, взращивает и отправляет в свободу действий, в свободный путь к самостоятельному развитию. Поэтому мы ежегодно проводим конкурсы, мы ежегодно как раз вручаем нашим предпринимателям, которые лучше себя проявили в текущем году, подарки ценные, внимание свое. Большие показатели, в том числе от наших предпринимателей, это личные фотографии. Мы посещаем спортивные мероприятия, это, наверное, мотокросс. Тоже два года назад возродилась у нас такая идея, вот, с руководителем СЮД, три уже теперь года назад, проведение мотокросса, областные соревнования по мотокроссу. Мы разработали участок хорошо, очень много зрителей, очень много участников, поэтому с удовольствием посещаем это в такой праздник, даже не просто спортивный праздник, а такой всенародный праздник, может быть, встреч знакомых, людей, приходит у нас и торговля организована, такая вот и ярмарка, и спортивные мероприятия, как-то так получается. Вы относительно молодой человек, интересно, когда вы пришли вот уже к руководству районам, каким был ваш взгляд на район, что вам хотелось изменить, и, собственно говоря, вот что вы сделали, ваши первые шаги, с чего вы начали? Вы знаете, район был, когда я пришел, уже на хорошем счету, была очень сильная, крепкая команда, поэтому мне в этой части повезло. Мне лишь только нужно было, может быть, не спуститься по некоторым показателям, поддержать ту планку, уже хорошо поднятую, и продолжить работать. Были определенные, может быть, моменты, которые, как главе администрации сельских, как сельского поселения, мне были заметны, и я в какой-то степени уже, ну, в небольшие коррективы внес во взаимоотношения с представителями местного самоправления, руководителями главами администрации поселений. А так, в принципе, машина работает хорошо, команда хорошая, слаженная. Есть вопросы, правда, у нас, может быть, связанные коммунального характера, мы сейчас их подрабатываем и смотрим, может быть, немножко изменяем стратегию. Но, в принципе, район динамично развивается, и мы поддерживаем. И все те новые явления, которые нам преподносит жизнь, мы изучаем их и включаемся в работу для того, чтобы еще больше привнести инвестиции, еще больше привнести каких-то положительных моментов в том, чтобы район развивался. Вот если сегодня говорить о нынешнем состоянии экономики района, какие ключевые моменты, за счет чего вы растете, живете достойно? Район сельскохозяйственный, и вот я говорил чуть раньше о том, что мы большое внимание уделяем предпринимательскому сообществу, вместе с этим и сельхозникам. У нас два больших холдинга, которые очень хорошо трудятся на полях нашего Киночеркасского района. Значит, это и почти 80 крестьянских фермерских хозяйств. Мы большое внимание уделяем инициативам наших молодых начинающих фермеров, которые хотят развивать животноводство. И у нас по программе Минсельхоза в прошлом году шесть начинающих фермеров получили большие гранты на развитие домашних ферм. Поэтому для нас это приоритет. Если это не просто растеневодство, но и животноводство, то мы этому большое внимание уделяем, потому что все это способствует успешному выполнению не только показателей, но и как в целом эффективному развитию района. Поэтому это вот такие точки роста. Кроме того, на территории района, как мы уже с вами говорили, есть несколько предприятий, которые пока готовятся к тому, чтобы ввестись в эксплуатацию. Это комбикормовый завод Камбановский. Очень серьезное, очень мощное предприятие. 10 тысяч тонн комбикормов в сутки производительностью к этому мы готовимся. Это и говорили мы с вами птицефабрика наша. Это и раменский кондитерский комбинат, который готовит, значит, собственное производство рулетов, крекеры. И сейчас они варят сами джемы уже, тоже развивают постоянно производство. Это и ремметал предприятие, выпускающее керамические кирпичи тоже, которые совсем недавно провели модернизацию оборудования и выпускают уже современный. Он текстурный кирпич уже, которого пока еще нет в области. И в соседних регионах, я тоже думаю, там и под караэт, и разными цветами. Очень успешно будут конкурировать, потому что сейчас строительная отрасль, она берет тем, что не как фасады наших многих зданий серенькие, безликие, а будет яркий, зеленый, оранжевый, желтый, жизнерадостный цвет и облик наших городов и сел с появлением таких вот технологий на нашем кирпичном заводе. И когда вот такую продукцию веселую? Пока она только экспериментальна, вот на самом деле можно с образцами познакомиться. Но по мнению руководства, компания «Ремметалл», мы думаем, что в этом году, может быть, первой партии мы увидим. Да. Скажите, пожалуйста, вот есть прогресс, много предприятий разных форм. Как-то область стимулирует вот такое движение, развитие? Вы какие-то стимулирующие там выплаты, поддержку получаете или нет? Или это, в общем-то, не зависит? Вот если развивается, развивается. Нет. Или это все-таки мотивирует? Это наш прямой интерес. Мы, конечно, мотивированы. Мы мотивированы выполнением социально-экономических показателей. В этом году район в числе лидеров находится по выполнению социально-экономических показателей. Есть их несколько. Это и как раз по животноводству, по сельскому хозяйству, это и товар отгруженный, предпринимательство, и количество занятых людей, инвестиции в отрасли экономики нашего района. И мы стремимся к тому, чтобы развивать каждый из блоков. Хотя это прямая наша обязанность этим заниматься, но мы за это еще и можем получить стимулирующие субсидии. Сейчас есть несколько новых показателей, которые, в принципе, тоже наша естественная, банальная, то есть обыкновенная, обыденная работа. Это привлечение доходов в местный бюджет, налоговых и неналоговых. Мы этой работой занимались, у нас создана межведомственная комиссия. Но теперь это как показатель, выполняя который, мы можем еще и получить стимулирующие субсидии. С двух сторон источники, которые могут дополнять наш бюджет, пополнять, почему бы и нет. Это и есть поддержка. Это вот одно из направлений. Надо сказать, что наши сельхозники порядка 80 миллионов получили на поддержку развития сельского хозяйства. Это в области растеневодства. Порядка 30 миллионов наши жертвонаводческие хозяйства получили по программе Минсельхоза. Все это как раз способствует тому, чтобы развивалась экономика в районе. Да, и куда будут направлены эти выплаты? Потому что, конечно, без проблем не бывает. Вот как бы мы сейчас не слушали, как хорошо все выглядит и все хорошо развивается. Это действует и работает. Есть и проблемы. Это у всех. Скажите, пожалуйста, на что бы вы хотели сегодня свое пристальное внимание обратить, помочь изменить, продвинуть какую-то вот тему? Какие больные места еще остались? Есть, да, вопросы в нашем районе, которые чуть больше отвлекают нашего внимания, чем хотелось бы. Отвлекают тем, что проблемы такие, они глубинные, которые хотелось бы изменить. Я вернусь опять, это, пожалуй, в сфере ЖКХ. Это обслуживающие организации, которые занимаются содержанием текущим ремонтом жилых домов. И поэтому мы на это уделяем большее сейчас внимание. Есть ряд проектов стратегических, которые мы реализуем уже на протяжении трех лет и продолжаем в этом году. Есть ряд направлений, которые позволят нам, может быть, быть более уверены в нашей коммуналке. Это обеспечение жителей водой, теплом. Это индивидуальное отопление жилых домов многоквартирных, одиноко стоящих. Вот есть такие, чтобы уйти от центрального отопления и гарантированно уже обеспечить теплом. Поэтому, пожалуй, самым главным направлением в работе на ближайшее время – это стратегическая уверенность в системе ЖКХ, наверное. Потому что по сельскому хозяйству все нормально, все понятно здесь. Ну и второе, может быть, да, все-таки немаловажное направление – это активность наших граждан. У нас много реализуется каждый год совместных проектов с участием наших жителей. Но я считаю, что есть еще потенциал. Есть еще потенциал, еще пока сидят у нас наши молодые люди на креслах, на диванах, у интернетов и телевизоров. Поэтому, мне кажется, что мы будем своим собственным примером, своими проектами, в которых мы участвуем, вместе с депутатами призывать, привлекать, показывать, что чисто можно, может стать только при абсолютно совместном участии, абсолютно большинством жителей всего района. Тогда и села станут чаще. Тема благоустройства. У нас в Самаре это просто приняло такой масштаб серьезный. Вот у нас приближается субботник. И как можно больше горожан власть хочет тоже задействовать в этом процессе. Вы видите плюсы, да, от этого? Конечно. Да? Конечно, конечно. Интересно. И молодежь тоже. Конечно, плюсы – это вот как эффект синергии. Чем больше будет привлекаться, это будет служить примером. Потому что вышел сосед, значит, и выйдет следующий. И все больше, больше, больше. Это потому что прямая обязанность следить за нашими селами и нам только поддерживать, способствовать тому, чтобы это получалось, способствовать тому, чтобы это было несложно, а как-то помогать, способствовать. Прямая обязанность жителей, проживающих в населенных пунктах, чисто не только должно быть в домах и во дворах. Ну и почему бы и не привлечь к общественным местам уборки территории, почему бы и в парки не выйти, почему бы и не выйти на территории, ну, я не знаю, у нас традиция и места, где мы вспоминаем про родителей ушедших, на кладбище тоже организованы субботники. Потому что некоторые места забыты, уж такие святые места должны тоже быть вовлечены во внимание наших жителей и тоже должны быть организованы проходить субботниками. А как вы вот эту работу проводите предварительно, чтобы действительно люди вышли и пошли в самые места, в которых уже не ступала нога давно у человека? Начинается все с малого, а потом как буря в стакане, крутится все больше и больше. Задача из года в год привлечь. Да, пока мы привлекаем, может быть, привлекая и используя административный ресурс, не добровольно, но для того, чтобы показать пример, что все больше выходит людей, может быть, это несколько обманчивый ход. Но неважно, какими мы используем способы для того, чтобы привлечь население, главное, какой итог будет. И мы же ничего плохого и сверхъестественного не делаем, мы лишь просто хотим достучаться до сознания людей, что вы не просто можете выйти критиковать вот там мусор, здесь вот неспиленное дерево. Давайте вместе выйдем, давайте вы скажете, где есть проблемы, давайте вы вместе примите участие, и мы вместе с вами будем заниматься субботниками. Мы не будем сидеть в этот момент в кабинетах и показывать из окна, что нужно сделать. Лично у вас есть участок, на который вы уже пойдете? Конечно, у нас есть участок, и у нас очень хорошая инициатива, в позапрошлом году она появилась, когда мы совместно с депутатами наших сельских поселений, районов выходим. И знаете, как приятно наблюдать, когда идет депутат, и вот он только что закончен белить электрические опоры и деревья, значит, и весь в белилах, встречает своих избирателей. И может быть, даже они его изначально не узнают, а потом им становится стыдно. Вот наш депутат вышел, занимается субботником, убирает территорию, а мы с авоськами сразу в дом, чтобы сесть смотреть сериал. Выходит, люди проникаются, выходят, впечатляются этим, и мы видим на сегодня, что даже, знаете, по каким можно примерам судить? Если раньше малые архитектурные формы, которые мы строили на территории Киночеркасского района, они были антивандальные, сегодня к этому более трепетно относятся. Они понимают, что это для них, они понимают, что если построили вот такую красоту для досуга, то лучше ее сохранить для детей, для внуков, для наших. Как в свое время строились многие объекты нашими предками, и которые до сих пор сохранены, так и здесь можно, несмотря на всю эстетичность и хрупкость этих малых форм, их можно сохранить, если относиться к ним с любовью. Да. Вы привлекаете в аппарат управления районом молодых людей, так как я уже повторюсь, вы тоже молодой человек. Или вы работаете уже со слаженной командой, которая была? Или вот как вы себя чувствуете? Очень интересно мнение разной категории, разновозрастной. У нас и общественный совет очень хорошо трудится, как раз сегодня состоялось заседание общественного совета, где может быть средний возраст, уже уважаемый возраст. У нас и молодежный парламент очень активно работает, сегодня сменился лидер, новый председатель молодежного парламента, который сегодня пришел познакомиться с членами общественного совета, тоже о многом говорит. Мы прислушаемся, нам важно быть современными, нам важно быть и слышать мнение каждой категории граждан, поэтому и молодежь, и люди преклонного уважаемого возраста. Каждое мнение, каждое пожелание в наш адрес для нас имеет большое значение. Ну, тема благоустройства, которой вы неровно дышите, как я поняла, она тесно связана с экологией, а 2017, как известно, это год экологии. У вас есть определенные проблемы экологические, истребления и возможности их решить? Ну, в течение, понятно, что всего не решишь, но все-таки, что вас волнует, тревожит в этом отношении? Да, конечно, проблемы есть. Это, конечно, наши стихийные свалки, это вывоз твердых бытовых отходов, это содержание полигонов, это стихийные свалки, которые, к сожалению, пока присутствуют. Их меньше становится. Мы убираем, мы это все как-то вот переводим в единое, скажем так, единую источнику, но по-прежнему все это есть. У нас есть задачи, к которым мы неустанно идем уже, вот, начиная с осени, это раздельный сбор мусора, несколько населенных пунктов вовлечены в этот процесс, очень успешно, тройной. Значит, сбор у нас стекло, PET и бумага, то есть макулатуры, такие вот ящички у нас стоят, очень культурные, очень красивые, даже своим, свои организаторы, то есть, как они организованы, они уже впечатляют, даже это интересно, население вовлечено с интересом в этот процесс разделять мусор. А бросает, вот, действительно разделяет, потому что можно поставить, а люди и так и будут общими. Используется, используется у нас даже, вы знаете, поначалу присматривались, а теперь приходится бить тревогу и где-то даже журить, на вид ставить наших партнеров, которые занимаются сбором раздельным, раздельным сбором твердых бытовых отходов с тем, что они не своевременно вывозят, потому что интенсивность участия нашего населения в раздельном сборе мусора, она возрастает. Если говорить об экологичности продуктов, в том числе, вот, которые вы производите в растении и водстве, всем известно, помидоры кенальчеркасские, насколько они соответствуют всем ГОСТам и нормам, вот, как-то это курируется, деятельность? Потому что мы живем в такое время, что хочется, вот, хорошая продукция, а так как у вас уже такой бренд есть, кенальчеркасские помидоры, вот, как администрация это как-то курирует, отслеживает? Ну, мне бы хотелось сказать, сперва, значит, проинформировать здесь с инициативой, которая уже действует на территории района в течение трех лет, это компенсация за газ, понесенный тепличными хозяйствами, то есть мы им компенсируем порядка 30% потраченных ресурсов, денежных средств за газ. Конечно, все должно быть соблюдено, не должно быть задолженности за газ, материал, который используется и в утиле, чтобы он тоже сдавался, эта пленка, чтобы она не раскидывалась, не разбрасывалась. Есть ряд условий, у нас очень много пользователей этих программ. Мы таким образом поддерживаем самозанятость, поддерживаем наши тепличные хозяйства. И мы нисколько не сомневаемся, что наша продукция, выращенная в тепличных хозяйствах, качественная, абсолютно отверчающая всем ГОСТам, нормам, требованиям, потому что используется только собственное производство семян, значит, растений. В общем, самое главное – это семена, конечно. Семена и слово вылетело. Вы знаете, вот когда я захожу на овощной рыночек, на наш, вот смотрю помидоры в сезон, и везде написано «Кинель-Черкасский», «Кинель-Черкасский». А вы сможете отличить свою «Кинель-Черкасскую» помидору от другого производителя? Все сложнее становится. И мне вот советовать, как это сделать. Все сложнее становится это сделать, потому что наши конкуренты не дремлят, и они подстраиваются, практически копируя «Кинель-Черкасскую» помидору. Но можно все-таки сделать при определенных, вот визуально, когда два продукта возьмешь, и можно отличить «Кинель-Черкасскую» помидору, ну, по завязи, скажем так, зелененькой можно определить, когда она естественная или когда она с определенными химическими составляющими, чересчур красивая. Не должна быть помидора такой. Все-таки продукт, выращенный без использования каких-то реагентов, химикатов для скорости роста, он должен иметь вид живого продукта, а не картинного, красивого, такого, прям глянцевого. Не ведитесь, пожалуйста, на продукты, которые отличаются своей яркостью и красотой. До конца года у нас еще есть время. Какие у вас планы, перспективы, вот такие первоочередные задачи все-таки на этот год? Да, задач очень много. Перед нами поставил ли эти задачи и наша общественность, с которой мы встречались, и видя какие-то, может быть, огрехи в нашей работе, может быть, направления, которым бы стоило присмотреться, мы поставили для себя реализацию проекта «Активный гражданин». Мы уже об этом говорили, чтобы та работа, которая была нацелена... Я опять возвращаюсь к вопросу благоустройства, потому что это направление может быть бесконечным, даже можно сказать так. Мы намерены и нацелены на то, чтобы вовлечь как можно больше участников этой акции. Мы на каждом собрании, сейчас у нас закончились, в каждом населенном пункте собрания, где принимала общественность участие, наши кураторы, призываем как раз наших граждан, чтобы те проекты, которые будут реализованы на территории их населенных пунктов, они принимали самые непосредственные участия, будь то строительство, будь то сфера ЖКХ, будь то благоустройство. Встряхнуть надо наших граждан, встряхнуть в хорошем смысле, встряхнуть, что они могут управлять, они, в конце концов, и есть часть местного самоуправления. Это в течение, как действует закон о местном самоуправлении, 15 лет. 15 лет стучимся и пытаемся довести, что все, что происходит на территории нашего Киночеркасского района, может быть или с помощью них, или без их участия. И они могут направлять, корректировать нашу деятельность. Они должны в это поверить. А значит, задача в том, чтобы нашими проектами, реализованными с населением, люди в нас поверили, что они могут быть участниками, что они могут быть созидателями каких-то проектов. А вот кто является авторами таких проектов? Интересно, как они рождаются. Почему вот у вас такой, ну, очень вы этой теме большое внимание уделяете? И кто все-таки генерирует эти проекты? Да, понятен вопрос ваш. Я поделюсь просто одним примером, когда у нас один из показателей количества отгруженных товаров не справлялся с теми необходимыми показателями, которых необходимо было достичь, нужно было достичь. Мы пригласили предпринимателей и предложили им включиться в отчетность по этому показателю для того, чтобы потом, получив субсидии, исполнив этот показатель, вместе подумать, что нам организовать на территории села. Согласились предприниматели, выполнили отчетность, мы получили преференции, дополнительный доход и, собравшись вместе с гражданами, приняли решение в одном из микрорайонов сделать большую, громадную, миллионник, мы ее тогда называли, у нас таких детских площадок, игровых комплексов не было. Мы решили сделать этот игровой комплекс, сказали о том, что это участие предпринимателей, пригласили на субботник жителей. И вот как раз такие небольшие проекты, они помогают, может быть, вернуть ту веру каждого жителя нашего района непосредственно к исполнительной власти. Значит, вы сотрудничаете с бизнесом, с местным, да? Самая основная сфера этого бизнеса какая в Кеннель-Черкасах? Основной не может быть здесь. Есть и торговые, просто представительство торговой точки, так называемые. Здесь и перерабатывающая промышленность есть, производство у нас есть. Разнообразное. Всего понемножку, да. У нас в большей степени, конечно, представлен малый и средний бизнес. О крупном, большом бизнесе мы с вами говорили. А здесь абсолютное разнообразие. И есть полуфабрикаты производят предприниматели, и есть строительные какие-то конструкции производят, строительные материалы есть компании, которые производят. Ну, в последнее время тоже такой крен сделан на развитие внутреннего туризма. Скажите, вот судя по названиям ваших поселений, Подгорная, Садгород, Красная Горка, мне представляются какие-то живописнейшие места, если вот только по названиям судить. Это действительно так? Ради чего стоит посетить Кеннель-Черкасский район? Прислушиваетесь, присматриваетесь к этому направлению, к развитию или нет? Присматриваемся, есть еще где развиваться, признаюсь честно, вот в туризме нам. Хотя у нас есть очень несколько точек, таких замечательных, которые отличают наш Кеннель-Черкасский район. Это ремесленное мастерство наше, гончарное. Это у нас есть населенный пункт, полудни здесь, он у вас не указан, как Малая Швейцария с красивым живописным, ландшафтным, горным. Надо себе на заметку тоже взять. Да, у нас есть и Красная Горка, то, что вы называли, удивительное место Горенко, очень исторический родник такой у нас. У нас много живописных мест, но, может быть, связав их воедино, можно будет подумать о туристическом маршруте. Дело за малым. Думаю, что это тот потенциал, к которому мы будем стремиться и который мы будем развивать. Да, ну, в общем, приоритеты определены. ЖКХ первое, да, ну, это самое важное, основное, что быт людей обеспечивает. И все остальные направления, как я поняла, разноплановость у вас во всем, да, вот среди ваших приоритетов не замкаться на одном каком-то, продвигать, а вот именно... У нас ровненько развивается Кенео-Черкасский район. Каких-то особо таких сложных, прям вот, прям, чтобы сложных нет, главное равномерно поддерживать каждое из направлений. Ну, а приоритетом в этом о всем я еще раз повторюсь, потому что для меня это очень важно, это активная гражданская позиция наших сельчан. И ваш основной принцип, как у руководителя, вы уже с ним определились, вот, в первую очередь, вы чем руководствуете? Принцип не замыкаться на тех полномочиях, которые определены законом, а быть открытым к людям и, ну, скажу это таким словом, кидаться с головой в ту проблему и в те сложности, которые ставят перед нами жители. Неважно, какого они рода, мы для них единственная, может быть, спасительная такая часть, спасительное звено, может быть, назовем, которая может решить их вопрос. Неважно, какого рода вопрос, мы должны помогать. Да, при таком отношении во сколько начинается ваш рабочий день? По-разному начинается, но стараемся, чтобы семи, чтобы семи, у меня даже есть вот такое преимущество в этой работе для меня, оно, вот, показалось мне это удобно, что с семи до восьми, то время экстренных вопросов, когда мы можем решить, когда еще молчит телефон рабочий, можно принимать людей, поэтому, да, вот, это очень удобно. А так, у нас взаимодействие с людьми еще и выездные приемы есть, районные администрации, когда выезжают специалисты вместе с главой, мы проезжаем и образовательные центры, и дошкольные наши образовательные центры, и сельхозпредприятия, мы знакомимся, мы общаемся. Извините, не сидите. Нет, и ведем прием непосредственно на выездном населенном пункте. Спасибо большое за то, что вы приехали к нам в гости, рассказали о своем опыте руководителя, мне он представляется очень интересным, спасибо еще раз за ваше отношение. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.